доброго времени суток приветствую вас на канале PERSONAL EXPERIENCE сегодня у нас на обзоре M.2 SSD SAMSUNG 970 EVO PLUS объемом 2 терабайта в этом видео мы вместе с вами распакуем данный SSD и установим в мою систему а также заодно и посмотрим сколько же в нем реально свободного места насколько мы знаем всегда жесткие диски и а также SSD тратят определенное количество свободного пространства на внутренние какие-то файлы поэтому мы с вами воочию убедимся сколько реально свободного места в 2 терабайтном SSD от SAMSUNG так давайте сделаем испаковку данные SSD я приобрел на сайте amazon.com ссылку оставлю в описании сейчас они там на скидке и стоят 189 долларов вот такая вот упаковка запечатанная с пломбой я еще не вскрывал давайте вместе с вами вскроем и вот сам наш SSD диск будем устанавливать сейчас его SSD на нашу материнскую плату материнская плата Aorus Z390 Master кстати все видео с обзорами на комплектующие моего компьютера вы можете найти в описании к данному обзору и также будет добавлен плейлист в подсказку данному видео кстати в данном видео мы не будем с вами производить какие-либо тесты на скорость и т.п таких видео очень много в YouTube вы можете очень легко их найти и посмотреть я добавлю ссылку с официального сайта Samsung где указываются характеристики данного SSD хочу сказать что я уже пользуюсь данной моделью но с объемом 1 терабайт на него установлена моя система Windows и я пользуюсь уже более 3 лет и я могу сказать что никаких проблем с ним до сих пор не было это один из самых лучших SSD сейчас на рынке если не сказать что он самый лучший поэтому в принципе в каких-либо дополнительных тестах я не вижу смысла просто мы его сейчас установим и посмотрим на реальный физический объем доступной памяти так друзья я разобрал лицевую сторону своего корпуса снял дверь стеклянную и вот видите перед нами специальный радиатор вот этот вот под М2 SSD таких слотов у меня в материнской плате 3 один уже занят, он находится снизу это самый верхний, есть еще центральный то есть всего материнская плата имеет 3 таких слота давайте сейчас мы с вами вместе установим наш SSD именно вот сюда вот этот радиатор давайте сначала его снимем так друзья как вы видите я снял радиатор у него с обратной стороны такая поверхность типа как скотч самоклеющийся мы потом когда установим наш SSD туда снимем и его установим сверху он будет собирать значительная часть тепла выделяемый SSD вот так еще смотрите что я обнаружил данный слот вот верхний видите здесь у нас он стандарта 22110 те кто разбираются в M2 SSD это вернее M2 SSD понимает о чем я говорю наш же данный SSD он стандарта 22080 поэтому видите здесь у материнки изначально есть дополнительные места для крепления чтобы можно было закрепить SSD в этот слот поменьше то есть 2208 в комплекте с материнской платой вот шли вот такие вот два пакетика поэтому никогда не выбрасывайте дополнительные вот так сказать шурупчики все остальное что идет с материнской платой сейчас мы как раз используем данные вот гаечка и шурупчик чтобы закрепить наш SSD так друзья видите я установил вот эту гаечку подиум чтобы она была чуть приподнята потому что SSD находится на расстоянии от материнской платы приблизительно где-то до сантиметра но сантиметра нет где-то 7-8 миллиметров может чуть меньше кстати вот многие говорят надо снимать вот эту вот наклейку чтобы прежде чем установить ребят если снять наклейку гарантия слетает и в принципе я вот очень посмотрел очень много разных обзоров на эту тему и профессионалы делали тесты разница буквально в 1 градус бывает то есть поэтому не стоит этим заниматься можно наклейку не снимать клеить вот этот радиатор прямо сверху на данную наклейку давайте установим SSD в его слот таким образом это нормально что он немножко отходит ну теперь давайте закрутим SSD вот видите вот ровно встал чуть-чуть немного усилий не будем делать вот так вот все достаточно точно сидит теперь пришло время установить наш радиатор металлический такой вот он с логотипом Z390 Aorus наш SSD установлен в материнскую плату пришло время включить компьютер так друзья как вы видите компьютер включен давайте войдем в диспетчер дисков так вот управление дисками я уже провел инициализацию данного диска вот он видите диск новый Tom G и как вы видите в нем 1863 гигабайта так что если это 2 терабайта значит мы потеряли грубо говоря где-то 137 гигабайтов ну как бы это наверное на внутренние какие-то файлы все остальное то есть доступно абсолютно чистый диск здесь мы сейчас это проверим абсолютно новый 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 Tom G абсолютно чистые свойства на 1,81 терабайта в общем вот так вот вот столько там свободного места ну что друзья на этом наш обзор подходит к концу если он был вам полезен обязательно поставьте лайк если у вас есть вопросы пишите в комментариях я обязательно отвечу если не подписаны на канал подписывайтесь обязательно включите колокольчик чтобы не пропускать новые видео а самое главное берите себя и своих близких до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...